Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Читоки, а меня зовут Елена, и сегодня наконец-то настал этот грустный, наверное, момент, когда пора снимать и показывать вам осенние ароматы. Я снимаю сейчас это уже последние дни лета, уже конец августа, и понимаю, что буквально через пару дней начнется сентябрь, и уже потихоньку, если погода будет холодать, пора будет переходить на какие-то такие осенние ароматы. Поэтому сегодня покажу вам свою подборочку осенних ароматов. Ароматы все абсолютно из разных ценовых категорий. Вот, и, наверное, вы заметите все-таки какую-то нить общности между всеми этими ароматами, чем-то, наверное, они какими-то нотами похожи, потому что осень для меня прежде всего это ваниль, хотя для многих это, наверное, зима, да. Это что-то такое алкогольное, согревающее, ванильное, и именно осенью мне чаще всего, кстати, хочется носить розу. Поэтому давайте не будем затягивать, без промедления начнем. Я, в принципе, не буду сегодня уделять время пирамидам и так далее. Если вам будет интересно, вы сами эти пирамиды найдете, потому что список ароматов я обязательно оставлю вам в описании. И начнем мы с первого аромата, который я ношу. Это марка Сергия Нера, очень бюджетная, и один аромат, который я ношу уже вторую осень подряд, это Chocolate for Men, шоколад для мужчин. Это одеколон, одеколон, даже не духи, не парфюмерная вода и не туалетная вода, это одеколон. Причем заявлен он как одеколон для мужчин. Я ловила на него просто невероятное количество комплиментов, причем он нравится именно девушкам. Сразу скажу, это аромат шоколада с апельсиновой цедрой, с апельсиновыми корками. Очень в духе манталя Chocolate Gritty, но не такой сладкий и не так сильно пахнет печеньем. То есть, если манталь Chocolate Gritty для меня это именно больше печенья, то здесь это именно шоколад, достаточно такой темный, горький шоколад с апельсиновыми, высушенными корками, с апельсиновой цедрой. Я его обожаю, честно скажу, что для меня это прям вот очень мне нравится. Такая классная гурманика за копейки. Не знаю, сколько он сейчас стоит, но в Альберис покупала где-то за 500 рублей я его. Вот такая огромная бутылка на 100 мл. Это первый аромат, который я точно буду носить этой осенью. Как я уже сказала, ни одна осень у меня не обходится без розы. В прошлом году я очень активно носила амуаж. В этом году я решила, что посвящу эту осень розе от Yves Saint Laurent Rouge Villeur. Это вот такая вот новинка, по-моему, того года в бутиковой линейке. Я ей делилась, но еще готова чуть-чуть-чуть поделиться. Большинство остаткового флакона я оставлю, конечно же, себе. Это очень красивая, хотя аромат заявлен как шипровый, но для меня это очень густая помадная роза. Красивая, знаете, немножко такая со стринкой специй, то есть не какая-то такая, знаете, жирная, как вот болгарская роза. Я такие не люблю. А именно такая, знаете, со специями, со стринкой, где-то с каким-то гвоздикой, возможно. Вот. Я не чувствую в нем прям какой-то шипровости. Для меня, в принципе, просто красивый такой розно-густой-густой аромат, вот как здесь, да, такой красной, насыщенной, алой розы с небольшим присутствием таких вот специй. Я думаю, что я этой осенью очень хорошо поношу. Я вообще всегда люблю еще осенью ладанные ароматы, но ладанных ароматов моих любимых. У меня осталось два, это из этой же коллекции Кафтан, но я о нем говорю уже каждый год, я его ношу каждый год, поэтому он у меня в коллекции года 4, наверное, уже. Я не буду уже заострять свое внимание на нем. И второй, это Эмберс от Ружбани Руж. Но это уже, наверное, ближе туда к более холодным временам года, я о них еще раз, возможно, вам напомню. В общем, вот такая у меня целая тут бодяга была на 125 мл. Вот, пожалуй, я ей буду и пользоваться. Следующий аромат, это достаточно недавнее приобретение, можно сказать, новинка в моей коллекции, в моем альфакторном опыте. Это марка Герметика. У меня не было ни разу до этого ни одного аромата от этой марки. И вот я влюбилась в один из них, называется он Сандалсан. Сандалсан, Сандалсан The Door. 50 мл, у меня здесь флакончик. Я никогда раньше не интересовалась ароматами этой марки, но вот этот меня очень сильно зацепил. Ребят, если вы любите ореховые ароматы, вот это, это квинтэссенция ореха. Для меня орех, в первую очередь, ассоциируется именно с осенью. Это прям, вы знаете, сливочная какая-то макадамия, мне именно пахнет макадамией. Ну, здесь, скорее всего, знаете, какая-то смесь лесных орешков, там вот с макадамией. Очень яркий, прям насыщенный запах, прям вот я повторюсь, ореховой эссенции. Прям вот супер такой ореховый аромат. У меня нет настолько ореховых ароматов, то есть настолько ярких ореховых ароматов других у меня нет. Это прям, прям вот топ, топ ореховых ароматов. И дальше, марка Мизон Мартин Марджелло. У меня в свое время было много ароматов от этой марки. Некоторые я от некоторых избавилась, некоторые до сих пор храню в коллекции. Один из них, это вот такая вот малютка. Это 30, по-моему, миллилитров. Что-то у меня флакон какой-то здесь чем-то залепленный. 30 миллилитров, посмотрите, какой он маленький. Единственный флакон вот у меня этого аромата в тридцаточке. Все остальные я покупала обычно в 100 миллилитрах. Называется Whispers in the Library. Это шепот в библиотеке. Я уже, по-моему, говорила в прошлом году, неизменно каждый год пользуюсь библиотекой от Bayreda. Но это, знаете, такой костяк, это мой минимум. То есть, если мне нечем попользоваться, я обязательно возьму библиотеку от Bayreda. Я обожаю этот аромат. И здесь опять какая-то библиотечно-книжная тема, да, у нас проскакивает. Это шепот в библиотеке. Конечно, это аромат, который направлен на то, чтобы пахнуть чем-то схожим запахом библиотеки. Многим здесь пахнет просто какими-то цветами. Но мне вполне отчетливо, явно здесь пахнет сухой, так называемой бумажной книжной ванилью. То есть, это именно та ваниль, которая сухая. Похожий аромат можно в ваниле найти, допустим, вот раньше был ваниль Нуар в Ивроше. Очень жаль, что сняли всю эту коллекцию. Я прям реально очень сожалею. Она была супер-классная, мне кажется, лучшая вообще из ароматов Ивроше. И вот ваниль Нуар, это был самый такой яркий представитель вот этой вот сухой ванили. Вот здесь она присутствует. Да, вначале есть какая-то цветочность, есть какой-то, знаете, такой аромат неопределенных каких-то цветов, которые я даже не могу охарактеризовать. Но потом оно быстро усаживается и пахнет вот этой сухой бумажной ванилью, что именно, наверное, она создает вот это впечатление, отсылку к страницам книжным, вот этот сладковатый ванильный сухой запах бумажный. Очень мне этот аромат нравится в этом году. Возможно, я осенью его и отношу. Тридцаточка достаточно здесь вообще маленькая. Она выглядит прям супер-миниатюрно. Следующий аромат, который приобрела я не так уж давно, где-то месяца два назад, поносила пока еще очень мало, жду каких-то более прохладных времен года. Это Mask Invisible от Juliet Has a Gun. Я его хотела давно, но почему-то как-то не решалась купить, потому что, честно сказать, с ароматами Juliet у меня не всегда складывается. Я не могла долго привыкнуть к аромату Lily Fantasy, даже пыталась его продать, но потом я с ним как-то, знаете, срослась. Я продала аромат Lipstick Fever, причем дважды я его покупала, не могла носить и продавала, потому что вот этот амброксан, который присутствует в базе абсолютно каждого аромата Juliet, он вот просто, знаете, такое чувство, что все ароматы, они какие-то безликие становятся. Вы чувствуете эти верха минут 15, а потом остается этот сплошной амброксан, и я вот, ну как-то... Вот этот аромат Mask Invisible, мне кажется, он выбивается из всей коллекции. Это единственный аромат, где я вот в базе не чувствую этого пресловутого амброксана. Это запах сливочного чистого мускуса. Если сравнивать, он мне очень похож на Atar Collection Mask Kashmir. Вот, очень похож на Mask Kashmir чем-то. Это аромат, знаете, такой призрак. Это когда вы нанесли, не чувствуете, потом вдруг вы либо вспотели, либо тело разогрелось, либо как-то подвигались, и начинает волнами он пахнуть. Вот у меня с этим ароматом такая же история. Было такое, что я делала от Levante. Вот, немножко капнула на домашний халат, и я думаю, блин, вот так принюхивалась, ничем не пахнет. Думаю, как мне вообще он понравился. То ли что-то с ним случилось, но потом вечером я этот халат заново на себя надела, и я почувствовала этот запах вот прям ярко, как будто бы я только его нанесла. То есть это такие ароматы-призраки, которые при определенных условиях как будто бы пропадают, а потом резко как-то появляются. Отдельный для меня раздражающий фактор ароматов Джулет Хазаган, это их пульвики. Я очень не люблю, здесь, короче, пульвик очень мелко дисперсно распыляет, и чтобы пшикнуть, надо его сильно продавить, и он делает такой, знаете, пшик минимальный, да, с хорошим распылением, целое там облако, но чтобы этот аромат на себя нанести в нормальном количестве, если я обычным парфюмом делаю, допустим, 2-3 пшика, этим надо сделать штук 10, потому что он выдает настолько мизерное количество аромата, что даже вот на руку вы пшикаете, она сухая остается, она распыляет, вот и все пульвики абсолютно Джульетты, они, блин, такие, они вот с этим вот минимальным каким-то мизерным распылением. Но запах, я уже сказала, чистейший мускус, красивый, если вы любите маска Шмир, то посмотрите в его сторону. Аромат, который ношу, опять же, второй год в более холодный период времени, это Неглиже, Hot Sweet Vanilla, я не знаю, честно сказать, сейчас доступны ли для пересылки в Россию эти ароматы, потому что, насколько я знаю, марка-то из Одессы, вот, не могу сейчас сказать ничего по поводу логистики, да, можно ли их заказать или нет, но просто, если вдруг он у вас есть, достаньте его из окромов и насладитесь, потому что аромат действительно хороший, мне он нравится, называется Hot Sweet Vanilla, это запах для меня ванильной Кока-Колы, вот прям ванильная Кока-Кола. Когда я хочу такого игривого настроения, сладенького, Кока-Кольного, вот, пожалуйста, ванильная Кока-Кола в чистом виде. Еще один аромат с надписью, с названием ваниль, это Reserved, кто бы мог подумать, если у вас в городе есть магазин Reserved, зайдите туда, в них есть полки с духами, и там есть эти ароматы. Reserved у нас закрывались одно время, их закрыли, потом они благополучно все открылись обратно. Сейчас вот буквально я проходила, по-моему, в торговом центре, он был открыт, и туда можно было зайти спокойно. Очень нравится мне аромат Matin Vanilla, я его покупала еще, наверное, до, еще весной, скорее всего, даже, возможно, где-то еще даже зимой. Аромат приятный, знаете, немножко такая рисковатая ваниль, пахнет не прям ванилью, а скорее какой-то такой амброво-деревяшестой темой, вот что-то такое амброво-деревяшестое на старте, и немножко колкая, яркая, очень такая искрящаяся ваниль, которая как будто бы с какими-то шампанским, знаете, который нос щекочет, я не знаю даже, как это объяснить, то есть не классический запах ванили, а что-то вот такое, знаете, искрящийся, такое приятное, вот необычный аромат, я не могу его сравнить ни с одним люксом, надо сказать, что здесь парфюмеры или дизайнеры, не знаю, резерв постарались и сделали что-то не копирующее люкс, поэтому, если вы будете в магазине, обязательно попробуйте. И последний на сегодня аромат, это люкс, о котором я вам расскажу, достаточно спонтанная покупка, которая радует меня по сей день, это Givenchy Linter D в красном варианте, именно Rouge, к сожалению, не классический мне аромат, вообще категорически Linter D не зашел, который черный уже получше, он пахнет кунжутом, а здесь вот мне нравится в красном сочетание запаха кунжута с красными ягодами. Я здесь ощущаю кислинку ягодную и при этом очень такой натуралистичный, явный запах такого немножко даже поджаренного кунжута. Я вообще редко где в парфюмерии встречала натуральный запах кунжутных зерен, именно вот этих вот семечек, которые добавляют в блюда. Здесь этот запах, он достаточно явный, и, ну, опять же, Givenchy аромат стойкий, очень стойкий, можно даже сказать навязчивый, будет вас преследовать весь день, но мне это нравится. И все линейки Linter D, вот именно на осень, я использую вот этот вот красный Rouge. Все, ребят, по-быстрому постаралась вам рассказать, чтобы сильно не отвлекать, не загружать. Я очень надеюсь, что вам понравилось, а вы рассказываете о своих подборках, рассказываете вот там в комментариях, какие ароматы вы используете осенью, или планируете пользоваться, или что планируете к покупке на эту осень. Буду рада всем вашим комментариям, а вам спасибо большое за просмотр, за подписку. Вот, я всех люблю вас, целую, и вам всем приятных парфюмерных покупок, и всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok